ребята первый раз со мной такое выехал на рыбалку буквально на три часа и наловил только послушайте карасей то же самое мармашка и все банальный силикон окуней красноперок ершей судака даже поймал было еще два схода какой-то крупные рыбы но самое главное я поймал никогда до этого не ловил но как говорится все бывает в первый раз а может быть это знак в общем смотри ребята всем привет у меня сегодня будет рыбалка на мормышку решил выскочить у нас на самом деле три дня подряд ливни я не знаю тут как-то камера передает но вот сегодня до обеда грубо говоря был ливень сейчас все прекратилось я решил выскочить хоть куда-то хоть как-то на рыбалочку да и с мормышкой давно не выбирался поэтому попробую что как и что что здесь живет этом водоеме первый раз с мормышкой поэтому не представляю цель конечно белая больше рыба я вода мутная вообще ничего не чем хотите конечно поймать белые рыбы какой-нибудь плотвы красноперки карася ну и потом уже только в конце окуня с окунем я так понимаю особых проблем ты и так не будет давайте немножко расскажу чем и как ловлю такая вот мормышечка 045 это приманка white bait кажется называется от crazy fish первый раз я буду пробовать не знаю хорошая плохая или нет и удочка она на зиро карбон тоже открыли фиш а надо полутора грамм ну конкретно мормышовая тема мормышку настроиться потому что последние выезда у меня как-то были больше на щуку но скажешь сильно успешно и но тем не менее шнурочки ловились я сейчас здесь вот попробую и пойду туда на водосброс тоже мне кажется около водосброса всегда какая-то рыбеха крутится по окунь не сомневался что первая рыба которая поймая поймаю на мормышку будет именно окунь душно вы не представляете как сильно испарение ужасное просто я из дома сбежал специально чтобы побыть на природе но получается какой-то такой обратный эффект кто это опа посмотрите это красноперка судя по всему на сюжете ну вот чисто поразвлекаться снасть мне вообще классно я понимаю что можно ловить и путь серьезную рыбу но так вот прийти и на одном месте о по хорошая красноперка но относительно сегодня тех рыб клюет вся рыба практически из-под стенки травы вот здесь как только ведешь здесь прям жадные такие ударчики какие-то поклевки сейчас по телефону разговаривал даже вот так твичу ну как же я короче проводилась рано как поймалась это крючочек бы поменьше поставить конечно саму мормышку я думаю сейчас был прям на каждой проводке на рыбка это у нас кто опять окунь да что ж такое то только начинаешь делать более-менее активную проводку сразу окунь стивизируется и прямо начинает мочить пришли попробовать половить его до сброса потому что там все-таки поклевок много но рыба преимущественно мелкая конечно посмотрим что будет здесь кажется что-то посерьезнее наконец-то не знаю что это у по о-хо-хо карась ну что поздравляйте меня это первый мой карась на мормышку и честно сказать я очень рад даже почему мне так хотелось поймать карася понятное дело что это может быть случайный карась них бы хотелось попробовать ловить его целенаправленно в количестве но я же только начал надеюсь что у меня получится за этот год реализовать свою цель так сказать ну что может быть еще попадется может быть их здесь стая стоит когда я думаю что это конечно будет случайно ну сколько можно и карась сделался на активную игру насколько я знаю караси любят больше когда приманка лежит на дне даже там особо мормыш не надо просто положил чуть-чуть подтягиваешь а тут прям на активную слёту вот что и и пара сады чувствую если так продолжится надо будет отсюда уходить но это бессмысленно окунь забивает все ухты кто опять карась что ты и и пара сады а вопрос кто это был нет это зацеп ухты ребята кто это хоть бы увидите а это вас неужели ну третьего шанса не дадут мне наверное хотя бы просто увидеть что там скрыт я решил сменить приманку кстати такая вот китайская китайский порошок который при намокании превращается красную субстанцию с запахом червяка еще пока не знаю что сказать я так чуть-чуть попробовал короче я сейчас хочу попробовать поставить мормышечную классику это беркли мотыль от беркли монстры больше не клюнули окунь задалбывает не знаю сможет ли что-то мотыль сделать или не сможет кого заинтересует этот ящик вы можете посмотреть о нем на моем втором канале буквально недавно выходил обзор там получить все ответы отдельно рассказывать не буду уж простите друзья партнер моего канала крупнейшая в россии сеть по подбору и продаже автозапчастей юлсан дарит вам моим зрителям промокод на скидку на сайте юлсан вы сможете подобрать любые запчасти на все иностранные автомобили как оригиналы так и их аналоги также на сайте юлсан есть раздел авторынок где вы можете покупать и продавать свои запчасти и автомобиль плюс ко всему есть удобнейшее мобильное приложение все ссылки как и промокод вы найдете в описании к этому видео касаемо порошка смотрите значит что происходит нужно намочить приманку и окунуть соответственно сюда типа панировочка такая и она потом эта приманка когда обрастет сверху после намокания такой как бы слизью красный покажу но здесь наверно не видно но вот это все это такая липучая красная слизь запахом мотыля или червей не знаю насколько я вот взял и совершенно случайно просто увидел там что 100 рублей стоит думаю вам почему не попробую и попробовал что это было чем сейчас увидим я уже как бы с ней попробовал ну результата особо плюс-минус окунь и также клюют а вот караси я сейчас здесь немножко еще попробую и пойду уже тогда поклевка пойду уже дальше смотреть там си же еще есть выйду на открытый водоем попробую твою мать ребята но это просто поймал бляха муха презерватив уж простите жить но вообще я поймал сегодня все что мог уже по моему блин я только обрадовался что у по это не окунь это ёрш я сегодня поймал красноперку окуня карася ерша презерватив того еще сегодня поймал плотву осталось поймать щуку ну да два схода чего-то хорошего да она вот так в комок скатанная такая лежит дети увидели ужа горит страшная змея с двумя красными желтыми точками страшнее уже змеи нет ну знаете ощущение такое что берклевский мотыль как-то вот хуже работает я уже сколько с ним не пробую но у меня работает все кроме берклевского мотыля хотя вот пообщался как бы с людьми говорят то что ну берклевский мотыль приманка все таки незаменимая то есть каких-то моментах работает только он ничего больше не знаю пока вот что-то он у меня вообще очень слабо работает кто это тут а вездесрующий окунь следующая рыба я опять окунь ёрш тирши я не ловил уже очень очень давно помню опять же в детстве на поплавок часто попадались а сейчас последний раз по моему 2018 году я ловил ёрша какое укромное местечко здесь как раз вытекает вот этот ручеёк кажется здесь может быть что-то интересное опа кто тут у нас краснопёрочка я думаю что если бы я сейчас уменьшил вес мормышки это грубо говоря 0 5 если бы поставил 0 3 то мне кажется клевала бы лучше и на этой попробую еще сделать как-то вот грубовато мне кажется и крючок толстоват даже смотря на какую рыбу рассчитывать оп опа поклевка вот она что ж такое как только что более-менее нормальная то сразу сход хотя опять же как бы крючки вроде все хорошее может быть просто не заглатывает как-то или может быть нужно более тонкие цепкие крючки использовать приманка кстати до сих пор живная я почти уверен что это именно вот от того порошка не знаю как он увеличивает количество то что поклёвок или нет вот мои мормышки ставлю вот это вот наверное прям с приманкой она уже я думаю как раз так интересно будет мормышки я предпочитаю напрямую вязать кусок флюра и вперед тут получается что за счет приманки можно закинуть достаточно далеко она большая а вот вес маленький получается довольно таки порусящая конструкция такая самое главное мне кажется чтобы горизонтальная вертикальная составляющая была как можно дольше у мормышки и тогда будет и поклёвок больше и реализация мне кажется будет интересней чем если она будет на дно опускаться ну грубо говоря чтоб не превращать мормышинг в джиг и бобер кто это я думал бобер он поплыл по моему я испугался и он испугался о кажется кто-то хороший наконец-то кто что он такой опа так смотрите я сегодня поймал ерша судака красноперку карася презерватив что еще я сегодня поймал да еще по моему нужно плату теперь поймать щуку а на окуня понятное дело я прям вот мормышки в восторге плане того что выехал на небольшое время на несколько часов и прям вот такая такой азарт полегче ты кто а вот классический окунь в принципе если вот такие бакуня все им клевали 100 граммовички или 200 граммовички на мормыху ловить конечно там самое здорово цирка это сидит надо как нибудь выучить их что ли название а то много птиц вижу без понятия как называются ух ты ух ты вот это хороший окунь елки палки мне не стоит на спиннинге поднимать таких рыб на мормышинговом я чисто по привычке честно скажу ну как раз будет краш тест для палочки ну тут уже такой нормальный если таких всегда ловить кто это карась да хороший какой карась а то же самое мармашка да все банальный силикон ну что да таких бы с десяточек наловить это было бы супер касаемо проводки на которую клюнул карась я ее не снимал по той причине что она довольно таки долгая то есть с паузами паузу я делал порядка 5-6 секунд потом небольшое подыгрывание вершинкой и опять пауза примерно вот такая проводка была и в какой то момент меня просто потянуло и все но в общем то и логично что на карася и домную рыбу нужны именно такие проводки а не какое то дрожание как мне кажется потому что она все таки там под нуд собирает ходит и вот этого червячка заметила и все я если бы знал я бы конечно взял с собой прикормки и закормил бы здесь все и как раз бы рыба собралась возможно караси подошли и наловил бы в следующий раз так обязательно сделаю и и Продолжение следует...